Рюкзак Урбан АК БП-103 На канале уже есть обзор на один из рюкзаков от Vartek под названием Berkut. Ссылочка будет в подсказке. Ну и не забываем проявлять активность на канале в качестве комментариев, подписок и жамкания колокольчиков, чтобы не пропустить новые видосики. Это очень важно для продвижения канала. А также напоминаю, что у меня есть страница на Boosty. Это платный подписочный сервис, где спонсоры канала поддержать меня могут рублем, а за это я им предоставляю ранний доступ к видео и различные дополнительные материалы. Ну и перейдем к осмотру изделия. Рюкзак у меня в расцветке Atax. Изготовлен он из 500-й кордуры с водозащитной пропиткой. Суммарный объем рюкзака 22 литра. При этом Урбан это многозадачный тактический рюкзак, подходящий и для повседневной деятельности, и для выполнения каких-либо специальных задач типа игры в страйкбол. Как можно заметить, он покрыт молли абсолютно весь. Все отделения закрываются на двусторонней молнии с хлястиками из паракорда, закрытыми термоусадкой. Очень удобно, на мой взгляд, ни за что не цепляется, и при этом даже с сырыми руками очень удобно с ним взаимодействовать. На рюкзаке присутствует целых 6 утяжек. 4 классические с боков на фастексах, сразу их расстегнем, чтобы потом не париться. И 2 утяжки, которые находятся со стороны дна, при этом, по сути, они же выполняют роль крепления к рюкзаку, летнего легкого спальника или какой-нибудь пенки. Очень классно, что это сразу идет в комплекте, не нужно крепеж нигде искать. Перейдем к спинной части. Лямки. Широкие анатомической формы с сеткой на внутренней стороне. По всей длине мягкой части плечей у нас располагаются ячейки из стропы, которые пригодятся вам для закрепления всякого разного навесного оборудования. Далее присутствует съемная грудная стяжка, также на фастексе. И есть 50-миллиметровая стропа, тоже на фастексе, тоже съемная, которая выполняет роль, по сути, пояса. Свободные концы плечевых лямок у нас закреплены резинкой. Пояс, к сожалению, ничем не крепится, поэтому нужно самому что-нибудь придумать. Далее, на верхней стороне рюкзака у нас рукоять для переноски и под эластичной лентой прячется выход трубы гидратора. Далее перейдем к внутренностям. И сначала это у нас достаточно объемный внешний карман. Вот так он открывается. Внутри у нас здесь органайзер присутствует, в который можно положить карты, ручки, документы. Единственное что, вот эта вот часть, она не эластичная. То есть, если вы набьете рюкзак чем-то достаточно объемным, то вытащить или засунуть содержимое вот в эти вот отделы будет, на самом деле, достаточно проблематично. Далее, второй по размерам отсек. Это средний. Открывается он на две трети рюкзака и подходит, например, для того, чтобы запихнуть сюда куртёху. Также здесь есть два кармана. Один на сетке, один непрозрачный. Они также не тянутся. И здесь нужно учитывать то же самое, что и ранее с органайзером. Ну и основной отдел, он открывается у нас полностью. В общем-то, вот такой внешний, точнее внутренний вид имеет. Как мы можем заметить, со стороны спины у нас располагается карман для гидратора. Ну его же можно использовать для, например, ноутбука. Гидратор сюда помещается вот двухлитровый спокойно, еще место остается. При этом важно отметить, что точек крепления гидратора здесь три. Потому что на разных моделях гидраторов разного объема крепеж выполняется немного по-разному. Ну и с этой стороны у нас есть закрытый сетчатый карман, в который прекрасно влезает планшет. Или какие-нибудь очень важные документы. Что же хочется сказать в заключении. На мой взгляд, достаточно неплохой рюкзак. У него есть один минус. Это мягкая спина без каких-либо ребер жесткости. Если в основное отделение вы поместите что-то достаточно объемное, то есть не прямоугольное по спинке, то спина у вас будет деформированного рюкзака. И носить длительное время такой рюкзак не очень-то и комфортно на самом деле. Это стоит учитывать. Других минусов у него в принципе нет. При этом это максимально универсальная вещь. Как для города, потому что присутствует достаточно неплохая система организации внутреннего пространства, так и для легкого туризма. Повторюсь для тех, кто меня не слышит. Именно легкого это тот, когда вы в хорошую погоду, на один-два дня берете с собой запас еды, воды, возможно что-нибудь теплое типа флиски, тент и спинку. Все. Для этих целей этого рюкзака более чем достаточно. Ну и для страйкбола. В качестве транспортировки вашей снаряшки на место для вас кресочки, там что-то до 40-50, вам этого опять же хватит. Потому что засунуть туда чест-рик, боекомплект, что-нибудь переодеться, в принципе этого будет достаточно. На какую-нибудь суточную игру он пойдет как боевой легко. Опять же, дополнительный боекомплект, запас еды, воды, какой-нибудь там понч или что-нибудь подобное, сами в общем-то придумайте. Ну а если вам объема не хватает рюкзака, то всегда можно навесить дополнительные подсумки, которыми можно достаточно сильно расширить функционал изделия. Покупать или нет, решать, конечно же, как всегда вам. А с вами был Брайл и Стрикболист. Всем пока.